Большое, преогромнейшее приветище всем! Хотел я рассказать о такой теме, как ребёнок. Ребёнок – это реальная стратегия в реальном времени. Когда-то, ещё давно, до появления ребёнка, я был увлечён разными стратегиями. Да, компьютерные игрушки. Они были до того увлекательными, что занимали довольно большую часть моего очень драгоценного времени. Тогда я не понимал, что все вот эти игры – это большой наркотик. Ты начинаешь играть, проходишь один уровень, затем более сложный другой уровень. Потом кушаешь, а между делом думаешь, как же пройти этот скотский гадский уровень. Довольно бесцельная жизнь, не правда ли? И в один прекрасный момент я взял и бросил все эти игры, стратегии. Затем я встретил девушку, и мы поженились. Да, и у нас появился ребёнок. И тут у меня началась настоящая стратегия в режиме реального времени. Причём в круглосуточном режиме, стоит заметить. Я понимаю, мужчин, которых бесит вся эта волокита с детьми, они сдаются и просто-напросто уходят. Хотя я им не завидую. Вы спросите, почему? Ну, ведь он свободен и найдёт девушку без ребёнка, красивую, ещё моложе. Хорошо, допустим, он найдёт девушку без ребёнка, но рано или поздно эта девушка вам скажет, «Я хочу ребёнка», и тогда вам опять нужно будет либо уходить, либо полностью подчиниться и всё-таки сделать этого ребёнка. Кстати, я встречал очень-очень мало девушек, которые бы не хотели родить ребёнка. И обычно большинство из них очень хитрые создания, и поначалу довольно милые, и очень любезные. Но спустя один-два года начинает потихоньку вдалбливать тебе в мозг идею о зачатии и рождении дитя. А ещё через какое-то определённое время, когда почва у тебя уже в мозгу подготовлена, она бросает семена. Это семена идеи, почему и зачем нужен ребёнок, обильно поливая их такими мелкими цитатами умных, великих людей о детях. А через некоторое время эти семена всходят, и вы свято уверуете, что дети – это довольно хорошая затея, и плюсов в данной затее больше, чем минусов. И вот вы, обильно вспаханный, щедро посаженный, политый, в мозгах у вас хорошо всходят такие вот мощные всходы. Они порой распускаются от ваших собственных же идей, и тогда ваша девушка в восторге от своих отлично пророщенных семян. А иногда вянут в минуты ссоры, и тогда вашей девушке опять приходится поливать идеями, воскрешать их всё новыми и новыми. И по истечении определённого времени вы уже отлично вспаханный, отлично всхоженный, у вас колосятся семена идеи, всё, вы подготовлен полностью. Стоит заметить, мало мужиков, которые именно хотят ребёнка, я не знаю их, если в процентном соотношении, вот лично по моим анализам, по моим каким-то таким простым расчётам, их очень-очень мало. Мало кто приходит к этому. Все хотят дальше тусить, все хотят дальше кайфовать. Естественно, они понимают всю ответственность, семена колосятся у вас в голове, они всходят отлично вообще, они приносят плоды. Девушка начинает полностью на вас наседать, что вам нужен этот ребёнок, всё. И вы делаете этого ребёнка, он у вас появляется. И тут начинается стратегия, стратегия в реальном времени, в режиме нон-стоп, когда вы не спите, вы его качаете, у него колики. Вот эти вот полгода, это, конечно, очень мощная стратегия. Не, не, вы не думаете, что вот стратегия закончилась. Нет, это, я думаю, что она только началась. И у меня эта стратегия на каком-то начальном этапе, потому что уже ребёнку два с половиной года. Я думаю, что эта стратегия продлится до его 18 лет. И она будет очень-очень мощной. Так что, мужики, крепитесь, всем удачи, потому что вы будете зарабатывать, пока ваша девушка будет сидеть в декрете, воспитывать ребёнка в дальнейшем. Так что, запасайтесь хорошим звуком, хорошим видео. Потом его у вас не будет, потому что появится ребёнок, и все силы, всё время, всё вы отдавать будете полностью, полностью, полностью ребёнку. Удачи, мужики! С вами я прощаюсь, подписывайтесь на канал, кому понравилось, ставьте лайки. Пока-пока!